Это будет больше такой теоретический доклад. Откуда это все взялось и куда это все идет. Итак, для начала я хочу задать вопрос. Кто, какие у кого мнения, какой был первый бесплатный продукт в принципе, в истории? Колесо, яблоко, вода. Ну, вообще яблоки всегда стоили денег, да? Ну, о, религия. Молодец. Первый бесплатный по-настоящему продукт, который можно классифицировать как продукт, это была религия. В чем была ее бесплатность? В том, что ты приходил к чуваку, и он тебе говорит, вот у тебя смысл жизни такой, и я тебе его даю бесплатно. Единственное, что ты должен, дать мне что-то взамен. Например, душу. И то есть я отдаю человеку душу, то есть Богу, да? И получаю сервисы бесплатно. Смысл жизни. Ну и все такое, да? И есть такой момент, что сервисы могут стоить очень дорого, то есть быть вообще не бесплатными. Если вы знаете историю, ну и вообще читали там Фауст, да, он продал свою душу очень дорого. То есть это была полная противоположность бесплатности, то есть бесконечная стоимость. Да, это самое дорогое, что может быть у человека. Ну так, по крайней мере, говорят. Я считаю, что отличие в позиционировании. Мы берем массовый рынок. На массовом рынке у нас очень много лидов. И мы можем им продавать души, в смысле брать у них души очень дешево, на это навешивать сервис. Ну и у нас есть премиальный продукт. И понимаете, подписать контракт к крови вообще-то это большие издержки транзакционные. Это надо его где-то распечатать. Кусок пергамента. А знаете, там в 14 веке вообще-то бумаги не было толком, там был пергамент, он очень дорогой был. То есть это надо прийти, это, блин, чувака уговорить. Куча проблем, куча. Это был премиальный продукт, он и стоил, соответственно. Таким образом, с чем вообще можно сделать вывод, что бесплатность и вообще цена продукта, это скорее маркетинговая характеристика. Это разговор с пользователем. То есть мы получаем пользователя таким-то образом, а бизнес-модель, она идет в некую параллельную плоскость. Бесплатно это вообще не бизнес-модель. Если я всем все раздаю бесплатно, на чем я зарабатываю? Тут нет бизнеса, если я вот только с этого зарабатываю. А маркетинг, пожалуйста, это привлечение пользователей. Какие могут быть бизнес-модели, если уж мы об этом начали? Ну, естественно, продажи товаров, продажи сервисов, даже продажи бизнеса, да, как мы тут недавно говорили, и в принципе это распространенная сейчас бизнес-модель. Может быть некоммерческая бизнес-модель, когда я запускаю просто бесплатный сервис, и все пользуетесь, да, на Википедии. Я иногда прошу там слезными глазами мне что-нибудь задонатить, но в принципе это живет и развивается. Это, конечно, так себе бизнес, ну, с точки зрения бизнеса, но как устойчивая организация вполне себе живет. И таким образом бизнес-модели бывают разные. И у каждого бесплатного продукта на самом деле есть своя бизнес-модель. Самая распространенная сейчас – это реклама. Естественно, если вы не продаете товар, и вы, ну, вот вы как пользователь, вы не покупаете, да, ничего за деньги, то значит вы сами товар и вас продают. Ну, вот это рекламная бизнес-модель. И посмотрим, да, на что он тогда вообще рассчитывал, вот этот чувак, да. Ну, извините, никого не хочу оскорблять, но вот жил в древности и показывал чудеса. Вот. Какая была бизнес-модель? Очень сложная на самом деле. Привлечение пользователей. Во-первых, он предлагал бесплатный продукт. Заключался в том, что помогать людям, там, давать какую-то мораль, чтобы у них появился смысл в жизни. Этот бесплатный продукт промоутился. Промоутился он таким образом. Вот вам чудо, очень много еды. И на этот счет есть совершенно понятное, да, сказание. И как бы это говорит о том, что если вы искренне поверите, то у вас будет премиум. Типа вы вообще не будете нуждаться. Таким образом, то есть если вы в бесплатный продукт еще инвестируете, у вас будет очень много плюшек. И это такая фремиум-модель на самом деле. И все вот как религия действовала, это была так называемая экономика внимания, которая появилась еще тогда, когда главное было завлечь пользователя вот всеми этими волшебными штуками. И чем больше пользователей, тем лучше я уже продаю свой основной продукт. А если приземлиться на землю, то в случае религий это, естественно, такие просто банальные церковные сервисы, как продажа свечек, батюшке поставить избу, ну и вот все такое, банальности самые. Но на этом все держалось. И вообще, если углубиться в историю, немножко отойти от религии, в принципе продуктов, то мы посмотрим, что вообще бесплатное появилось далеко не сразу. И в принципе менялись со временем очень сильно средства по доставке, по взаимодействию с аудиторией, то есть маркетинговые каналы. Что здесь интересно? Интересно здесь, если вы проследите в истории, что с течением времени в принципе продукты дешевеют, а контакт с пользователем дорожает. И сейчас время, когда максимально плотный контакт с пользователем всеми средствами массы информации, и это исторически недавно появилось. При этом контакт достаточно дорогой. И интересно, что бесплатные образцы продукции появились в 1860 году. И первый настоящий бесплатный продукт узнает, что здесь вот это вот. Это мыло. И более того, это была очень клевая история, когда мыльный вот такой производитель в США, Бэббит, он придумал упаковки просто бесформенного какого-то мыла, бруски брать, нарезать в красивые маленькие упаковочки и продавать. А чтобы это хорошо продавалось, он делал еще мелкие-мелкие бесплатные упаковочки, уже бесплатные, да, и раздавал это как пробники. И это был первый пример бесплатного продукта. Вы скажете, ну какой же он бесплатный, это всего лишь пробники. Да, это был триальный продукт. Чем отличается триальный продукт от бесплатного продукта? В первую очередь форматом взаимодействия в экономике внимания. Если мы посмотрим, как ведет себя триальный продукт. В экономике внимания очень дорогое внимание. Я уделил продукту какое-то внимание, то есть выинвестировал в него свои средства. А в случае триала я не имею гарантии получить что-то в ответ. То есть я могу проинвестировать без гарантии результаты, и вообще зачем мне это надо? То есть если я проинвестирую то, что мне дали кусок мыла, я им помоюсь и буду рад. И вообще минусов не получу. А если я попробовал использовать CRM-систему, например, я кучу времени убил, чтобы ее попробовать, а потом она бац и говорит, заплати мне. И тут я такой не хочу платить, и в этот момент понимаю, что потратил неделю своей жизни просто так. И поэтому в современном мире триальные продукты стали работать хуже, потому что люди перестали так легко разбрасываться со своим вниманием. И дальше мы идем к такому вопросу. Если вы хотите сделать бесплатный продукт, какие у него основные должны быть качества? Как должны сойти звезды, чтобы ваш бесплатный продукт смог взлететь? Потому что сейчас частые ситуации, когда говорится, я хочу сделать приложение, но оно, конечно же, будет бесплатным, и там еще будут какие-нибудь премиум фичи. Блин, а почему он бесплатным? Почему ты так сразу думаешь, что ты должен бесплатное выпускать? Ну, конечно, ты знаешь, бесплатное это, бесплатное то. А почему твой продукт должен быть бесплатным? Как бы это просто круто или что? И есть совершенно четкие критерии, почему так. И как должны сойтись звезды, чтобы ваш продукт бесплатный, был по-настоящему успешный. Первая важная вещь. Предельная стоимость. Предельная стоимость – это затраты на производство дополнительной единицы продукции. Вот когда я произвожу стулья, у меня предельная стоимость, в принципе, ну, она падает чуть-чуть, когда я тысячный стул начинаю делать, но, в принципе, она более-менее константная. Я все время плачу деньги за каждый новый стул. А когда я выдаю бесплатные аккаунты, в принципе, максимум, что я теряю, это сколько-то мегабайт у себя на сервере, и часто предельная стоимость в этом случае очень низкая. И это одно из необходимых условий бесплатного продукта. Емкость рынка. Важный момент, потому что, представьте, у вас тысяча потенциальных покупателей на рынке, вы производите, я не знаю, софт для какого-нибудь там завода или для ресторана. Ну, тысяча ресторанов, это очень неплохо бы окучить. И, а ваш софт бесплатен? Какая у нас хорошая конверсия считается бесплатных продуктов? 5%. Итак, вы продадите за деньги свое решение при этом 50 ресторанам. За сколько они будут у вас готовы купить? Допустим, за тысячу рублей. Ну, хорошо, за 10. То есть, в самом лучшем случае вы получите 500 тысяч в месяц за мега крутой бизнес, который по охвату очень большой, он занимает там значительную долю этого вообще сегмента рынка. И спрашивается, зачем в это вам лезть? То есть, это совершенно глупость. Ради такую развивать активность, ради такой маленькой прибыли. То есть, наверное, если ваша емкость рынка не измеряется миллионами или хотя бы сотнями тысяч бесплатных пользователей, зачем вам лезть в этот продукт с бесплатным предложением? Повседневное использование. Это необходимый критерий конвертации пользователей и вообще того, чтобы они платили. Плюс средства снижения стоимости привлечения. Почему? Точнее, не стоимости привлечения, а lifetime value, то есть, сколько в итоге вы с этого пользователя получите. Простой пример на сервисах знакомств. У сервисов знакомств есть очень такая родовая черта, плохая. Чем они лучше, тем они хуже. То есть, чем лучше они знакомят пользователей, тем хуже они зарабатывают, потому что если человек успешно познакомился, кому там дальше сидеть? Он уйдет и все. И ни за что платить еще не будет. И это очень печальная история, поэтому сервисы знакомств суперкруты в выдумании разных продуктовых фишек. Как бы так сделать, чтобы и пользователи были счастливы, и денег они заработали. И как раз в сервисах знакомств, если вы не в курсе, там всегда очень жесткая монетизация, потому что надо успеть пользователя вытянуть по максимуму, пока он там ни с кем, не дай бог, не познакомился. И тогда уже пусть идет, нового приведет за бесплатно, потому что вирусное распространение – очень низкий CPA. И ему очень важно вирусно распространяться любому бесплатному продукту, что CPA влияет. Собственно, CPA в информационном продукте – это составляющая маржинальной стоимости. Привлечение клиента – это мои расходы прямые. И если высокий CPA, я не смогу бесплатно всем все оказать, то есть нужно как можно сильнее его снижать. Большинство бесплатных продуктов имеет хорошие вирусные механики, а супер бесплатные продукты имеют супервирусные механики. И lifetime value – да, он должен, естественно, покрывать все наши расходы. И есть характерные ловушки бесплатного продукта, в которые вы можете наткнуться и которые нельзя допускать. Первое – это неподходящая бизнес-модель. Если вы приходите на рынок, где все дядьки играют по одной бизнес-модели, а вы такой крутой и по другой бизнес-модели решили, то, скорее всего, вы облажаетесь, что вряд ли они просто так играют по ней. Простой пример. Вот сейчас вы попробуете выпустить платный почтовый клиент. Вроде бы рынок гены, да, очень много потенциальных пользователей. Ну, в смысле он бесплатный, но можно купить дополнительные фишки. Но этот рынок плотно оккупирован, например, по модели рекламной или еще какой-то продажи информации о пользователях. То есть совершенно какая-то отвлеченная вещь, и вы не сможете просто настолько же адекватно монетизироваться, как они. Дальше. Каннибализация платного продукта. Вы делаете два сервиса. Бесплатный и платный. И хотите конвертить пользователей из бесплатного в платный. И как вот сделать так, чтобы и платным, и бесплатным было нормально пользоваться, чтобы вы вообще все свои метрики по привлечению выполняли. Потому что бесплатные пользователи в первую очередь привлекают вам других пользователей дешево. И в то же время они конвертились в платный продукт. Они оставались на бесплатном. Большая проблема, потому что вот взять наши ребята, вот Копини, например. Они некоторое время назад пафосно достаточно заявляли, что мы всех наших бесплатных пользователей, да они нам только нагрузку создают, все, мы их всех от них отказываемся. И тут я захожу к ним на сайт недавно, они так по-тихому вернули бесплатный тариф. Потому что у них-то каннибализация была очень мощная, но сделать они с этим ничего не могли. В бесплатном варианте сервис и так всех удовлетворял, а платный вариант оказался просто-напросто ненужным. И вот с этой проблемой нужно сразу серьезно вообще думать. И фактически платный и бесплатный продукт нужно воспринимать как именно два разных продукта, направленных на какие-то два разных сегмента пользователей. Если вы воспринимаете это просто как тир-версии, да, типа вот просто Вася, а вот Вася в золотых штанах, вполне возможно, что ваш продукт не взлетит. Ну, для игр может быть это и неверно, а для многих других так верно. Последняя высокая стоимость привлечения. Сейчас все борются за трафик. Может быть в вашем сегменте настолько высокая стоимость привлечения, что вы не способны настолько же эффективно извлекать из пользователей деньги. И самое главное, жизнеспособный бесплатный продукт, он чем-то сродни религии. Он занимает место в вашей жизни. Хотя бы часть ваших пользователей должна им пользоваться регулярно. И таким образом возникают некие новые религии по своей структуре и по всему прочему. Они очень на это похожи. Кстати, здесь я сознательно сделал одну ошибку. Какую? Ха, может быть. Вот здесь. Нет, я сюда поставил тот и значок. У них все за деньги в основном. Поэтому это не религия, это секта. Она дает то же самое, только за деньги. И что можно сказать, по моему мнению, какие сегменты рынка вообще движутся полностью к бесплатным продуктам, какие еще подождут. Игры, развлечения, коммуникации однозначно все будут бесплатные с некой монетизацией. Операционные системы стремительно к этому движутся. И последние фишки, которые Microsoft делает, бесплатный апгрейд на Windows 10. Это все монетизация за счет экосистемы. Они следующую Windows вообще бесплатно выпустят, я больше чем уверен. Продукты в сфере образования. Очень склонны сейчас к бесплатности. Средства разработки. Прямое пересечение с операционными системами. Все стремятся создать свои экосистемы, чтобы там было много приложений, чтобы зарабатывать с экосистемы в целом. И самое, скажем, то, что не склонны к бесплатности, специализированный софт. И чем более специализированный, тем менее он склонен становиться бесплатными. Но имеется в виду не безумные эксперименты, да, а реально работающие бизнес-модели. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.